Дмитрий Быков, у нас сегодня в гостях. Спасибо, Дмитрий Львович, что вы пришли к нам в студию. Спасибо, Катя, что позвали. Очень рады. И первый же вопрос, разговариваем мы с вами в Нью-Йорке. Как вам ощущения от Америки? Я знаю, что вы часто приезжаете, но тем не менее, как себя чувствуете здесь? Я себя чувствую здесь хорошо. Главным образом потому, что как я не приеду, страна в очередном кризисе. Америка всякий раз говорит, что она жива. У нее проблемы. На этот раз проблемы даже уже не с Фергюсоном, а с ситуацией на Астейта Тайленде, вы знаете, с историей Гарнера и с этими блокировками Бруклинского моста. И все это наводит на мысль, что в стране идет жизнь. Тяжелая, мрачная, бурная, но, в общем, оставляющая надежду. При этом экономика растет, должна сказать. Экономика растет. Проблема, если есть, значит, есть, ну, как сказал Владимир Путин, для кого-то сложности, для кого-то возможности. Вот я в Америке вижу возможности. Это мне очень нравится. Ну, а вообще, как вы воспринимаете, вот здесь уже, приехав сюда, потому что я знаю, что в России очень активно об этом говорили. В России переживают за Америку очень сильно. Да, очень переживали, были заявления на всех уровнях относительно того, что происходит и в Фергюсоне, и в Нью-Йорке, и вообще по всей стране. Вот оттуда это воспринимается, наверное, как-то иначе, да? Понимаете, Катя, я бы вот, американских жителей, я бы хотел предостеречь как раз наоборот от неверного восприятия России. Потому что, когда смотришь телевизор, читаешь газеты, иногда блоги, то видишь какую-то гнойную корку, которая вот покрывает рану, и по этой корке начинаешь судить. Но вот этой коркой есть жизнь, на самом деле, и больше того, Россия – это не тот грозный монолит, дышащий, по выражению Михаила Эпштейна, панфобией, страхом всего, который нам рисуется сейчас из СМИ. Россия довольно быстро просыпается, и не обязательно под действием экономических причин, потому что они тоже всех касаются. Как-то неожиданно срезалась треть со всех зарплат и сбережений. Как-то внезапно оказалось, что и не так уж мы все готовы воевать со всем миром. Полезло из людей очень много дряни всякой. Полезли возвращение НВП в школу, полезли учения для Думы и губернаторов, военные. Люди отнюдь не в восторге от происходящего. И никаких 86 или даже 82% монолитной поддержки там, конечно, нет. Так что я тоже призвал бы тех, кто здесь живет, не отчаиваться, не впадать в пессимизм, и верить, что с течением времени ситуация довольно быстро выправляется. Что вы имеете в виду под отсутствием 86%? То есть на самом деле это не так... Ну, когда вам говорят, что Владимира Путина поддерживает 86%, это неправда. Я понимаю, то есть не поддерживают? Нет, не поддерживают. Не поддерживают. А сколько поддерживают? Я не социолог. Я понимаю. Но я, понимаете, вот только что спрашивал об этом у Навального в интервью, я навестил его, и он сказал, что все равно спрашивают, что лучше, гравитсап или мелафон, и то, и другое абсолютно недостоверно. Мы не знаем реальных цифр. Проблема с осмыслением, с пониманием российской ситуации, она налицо. Вы действительно сейчас часто очень слышите от людей, которых спрашиваете, я спрашиваю тоже, я не понимаю. На самом деле это понимание, понимают-то все, но оно требует сформулировать ряд очень сильных, очень опасных вещей. Россия провалилась гораздо глубже, чем в Советский Союз. Советский опыт для России в прошлом, он для нее сейчас недостижим. Уровень 70-х годов, уровень Тарковского, Шукшина, Высоцкого, он близко совершенно недостижим. Россия сегодня живет либо в 1850-х, либо в 1870-х годах. До отмены крепостного права? Нет, крепостное право отменено, но это ничего не изменило, потому что оно отменено позже. И как правильно заметил Леша Серебряков, это привело не к разрядке ситуации, а к ее радикализации, потому что это поздно случилось. Если бы это случилось в 1811 году, все было бы хорошо, 50 лет спустя уже поздно. Значит, Россия живет сейчас действительно в ситуации крайней архаики, в возвращении к очень глубоким матрицам. И видно, что эти матрицы больше не работают. То есть, страну придется пересоздавать на очень глубинном уровне. Невозможно больше руководствоваться мыслью о том, что мы самые духовные, поэтому сейчас всем дадим как следует. Это не совмещается. Идеологии в России действительно нет. Сейчас не продумано ее будущее. Люди боятся формулировать, понимаете, потому что любая попытка сформулировать, это уже призыв или к экстремизму, или к розни. А Киселеву Дмитрию можно призывать к чему угодно и угрожать, прекратить Америку в радиоактивный пепел. Россия живет без закона, без принципов, без понимания ситуации. Но это не может продолжаться долго. Страна для этого слишком великая. Поэтому новое поколение внушает определенные надежды. Мне кажется, что людям быстро, стремительно, на глазах надоедает эта риторика, эта демагогия, ощущение ненависти, страха и беспреспективности. Ну а вот вы говорите, что духовные скрепы, как выразился национальный лидер российский, это уже не работает. Правильно ли я понимаю? Да этого и не было никогда. Что они понимают под духовными скрепами? В России есть определенный образ жизни, определенные правила жизни. Они важнее, чем идеология. Это и есть наши духовные скрепы. Но в набор этих русских добродетелей никогда не входила жертвенная готовность обязательно гибнуть за начальство. Россия страна умная, страна, которая умеет вопреки всему выживать, страна, которая воспитывает прекрасных детей, прекрасную культуру. Но это не страна верноподданных идиотов. То есть все-таки, помните, по крайней мере отсюда это так виделось, писали некоторое время назад, когда вот начались, точнее продолжились все эти большие митинги, когда была болотная, сахарная и так далее. Да, конечно. Тогда писали много о том, что слился протест, и он возобновится только после того, как, собственно, не будет колбасы в холодильнике. Вот как вы считаете? Я никогда не понимал, что такое слился протест. Они чего ждали? Надо было на кремль пойти. Я, считаю, тоже не понимаю. Вот чего ждали? Я вам могу четко сказать, чего ждали. Ждали, что власть пойдет на диалог с обществом. Этого не состоялось. Сейчас Владимир Путин три года спустя заговорил. Да, нам нужны люди, готовые взять на себя ответственность за управление страной. Да вот, пожалуйста, эти люди есть, только ответственность почему-то уголовная, главным образом. Как у Навального, например, или у Узникова, Болотный. Нет площадки для диалога власти обществе. Есть площадки для демагогии Народного фронта. Конечно, Владимиру Путину не нужны люди, которые разделили. Либо с ним ответственность с управлением страной. Надежда 2011 года была на ненасильственные протесты, на диалог, на возможность избегнуть каких-то прямых конфронтаций. Там не было силового сценария. Никто не собирался идти на Кремль. И совершенно странно мне сейчас слышать, слили против. Кто это нам говорит? Кристина Потупчик? Пусть Кристина Потупчик выучит русскую пунктуацию. Потом мы поговорим. Мне не очень понятно, чего ожидали от этого протеста, если это был призыв избежать конфронтационного сценария. Власть этого призыва не услышала. А дальше, как сказал небезызвестный американец JFK, Те, кто отвергают ненасильственные изменения, получают революцию, получают ее императивно. То есть, ропщит народ где-то? Я не скажу, что он ропщит. Вот, понимаете, есть два варианта протеста. Это очень важная разница. И вообще русская социология пока не написана. Мы социопсихологию родную не понимаем. Вот сейчас я хочу внести в нее существенный вклад. У народа есть два состояния. Одно, когда он ропщит. Тогда все еще не потеряно. Можно пойти ему навстречу, услышать что-то. А второе, когда ему надоедает. И вот тогда все. И на какой стадии сейчас российский народ? Надоело. Роптал он. Понимаете, он ропщит всегда за несколько лет до того, как ему надоедают. Но он роптал в пятом году. Можно было услышать? Можно. Даже даровали манифест. Николай все-таки дальше пошел второй, нежели Путин. Даровали манифест. Но потом оказалось, что это ничего не меняет. Прошло 10 лет, и все кончилось. Здесь манифеста никакого нет. Все будет гораздо быстрее. Потом, как учит нас Нил Сорский, история ускоряется. Ну и значит, состояние робота переходит в состояние отвращения. В состояние такой вялой тошноты. А когда российскому народу надоело, он все делает очень быстро. Хорошо. А вот по поводу, вы упомянули те самые санкции, сокращение зарплат, ощущение на собственном кармане. Ну да. Ситуация, которая Россия сейчас окружает. Ну это нерешающий фактор. Нерешающий. Это никогда не решает. Ну а вот вы ходите в магазин, Дмитрий Львович, вы чувствуете, что дорожают продукты? Да я, Катя, я это давно чувствую. Это началось еще до санкций. Ну конечно, я, понимаете, там особых каких-то деликатесов не покупаю. Хамону не люблю, пармезану не ем. Тем более не надо забывать, что хамон и пармезану лишили нас собственной власти. Это не санкции. Это наш отказ. А раз вот так, то мы на зло вам не будем есть хамон и пармезану. Ну ради бога. Может быть в хамоне и пармезане есть какой-то опасный либерализм. Я же не знаю. Польские яблоки пострадают. Да, яблоки. Но проблема в другом. Не экономический фактор тут решает. Вот вопреки всем разговорам, что если не хотят понимать головой, начнут понимать желудком, начнут понимать кошельком. Это все говорится, конечно, просто от неуважения, по-моему, к россиянину. Но россиянин не от кошелька мыслит и не от живота. А все-таки от чего? Ну, преимущественно он чувствует, уважают его или нет. Если ему врут совсем безостенчиво, да, если ему сначала говорят, что наших войск в Крыму нет, он, наши войска в Крыму есть, наших войск в Донецке нет, наши войска в Донецке есть, и вот там наш гуманитарный конвой, но почему-то люди гибнут при его сопровождении. Ну, когда людям начнут, или там вот, да, вот самолет, вот он стрелял по Боингу, стрелял почему-то справа, попал почему-то слева. И, кроме того, этот снимок почему-то находится на картах Яндекса. То есть, если ему врут без уважения, если его держат за быдло, а власть его, безусловно, держат, вот этого неуважения почему-то российский народ не терпит. У него высокие довольно критерии самооценки. Да, здесь это видится, конечно, иначе, должна признать, отсюда кажется, что полное единение царя. Что хавают с удовольствием. Ну, я бы не стала употреблять такие слова, но что, вот, в общем, подвержено, российское общество подвержено той информации, пропаганде, если хотите. Ну, Катя, оно не подвержено, потому что для того, чтобы эта пропаганда сколько-нибудь работала, она должна быть сколько-нибудь талантливой. А отсечение всех талантливых людей происходит еще на далеких подступах. Да, поэтому вы напрасно думаете, что вот все смотрят программу «Время» и верят. Если бы они верили, я бы уже был мертв, например. Но я бы не дожил до этой поездки, потому что, когда тебя объявляют над спредателем, говорят, что ты друг хунта, говорят, привет. Как раз хотел спросить. А к тебе после этого подходят и руку подают на улицу, ну, должны в морду бить, должны делать так, чтобы я не мог высунуться на улицу. Нет, они не могут это делать. Значит, это плохо сделано.